И внимательно смотрим. Если Датим выигрывает, у нас будет третья карта Дэйтрейн. Если Датим проигрывает, то на этом всё, и Датим второе место, а Зенейшн первое... Ах да, забыл совсем сказать, что, естественно, у этого турнира есть солидный призовой фонд. Первое место получает 50 тысяч рублей, второе место 30 тысяч рублей. Таким образом, у нас общий призовой фонд 80 тысяч рублей. Это первый такой серьёзный турнир, и... О, остаётся у нас убик против Фабио. Поножовщина на карте Дэйнферно. За сторону, и каждый, пока у нас боится, сделает... Ай-яй-яй! Минусует нас в итоге убика. И Зенейшн выбирает, за кого им начинать. Они остаётся за терроров. Датим начнут за контров. А нет, у нас веносторон. Зенейшн за контров таким образом, Датим за терроров. Ну всё, начинается игра. Стартует первый раунд. Смена сторон. Вот я вижу, к милитаре в чате Гоша, возьми кого-нибудь из игроков интервью. Да, я постараюсь взять интервью. Причём, возьму её не на инстриме, а потом на хорошую камеру. Так что, думаю, вы можете ждать одно-два интервью. Буквально завтра. Всё, смотрим за игрой. Датим у нас за терроров. Инсом у нас идёт по банану. С бомбой его тиммейт тоже по банану. А остальные, причём, идут у нас... Пока никуда не идут, но находятся у нас под Аплантом. Турбо у нас на центре. Буду говорить потише, потому что могут меня услышать игроки Зенейшн, поэтому я буду говорить тише. Непосредственно информация, касающаяся местоположения игроков. Итак. Латру у нас в коврах. Аэродинамика. Слышно? Окей. Ну что же. Меня успокоили, что меня не слышно, так что можно говорить чуть-чуть громче. Вырывается труба на 20 минуса от Убика, от Вейка. Ситуация 3 в 3. 3 в 4 даже. Зенейшн в большинстве. Инсом у нас на центре с Глоком. С бомбой, причём. Думает он, что можно будет перетянуться под Б. Причём можно было перетянуться, но в итоге Инсом у нас уходит под Аплант. А на Б у нас аэродинамик. Он вообще никуда не уходит, не оттягивается. И в итоге А, ЛК минус. И 2 в 4 ситуация. Зенейшн в большинстве. Латра и Инсом остались вдвоём против четверых. Бомба на руках. 100 хп у обоих. У Латры ещё есть и броня 100 хповая. Первая броня, естественно. И Латра врывается. Ой. Ой. Латра минус 1. Латра. Минус 2. Будет от Латры или нет? Ну же Латра. Ай-яй-яй-яй. Да, и промахивает Салатра. В итоге бегут его урезать. И раунд за Зенейшн 1-0. Да, снова-снова Зенейшн начали у нас не с той ноги. И плюс ещё раундик мы точно увидим за Зенейшн. Так, с Диггл у нас у Инсома. Тег 9 в Орд Эдита. Турбо у нас с Глоком. Ничего нового. Латра у нас с Дигглом. И последний террор у нас... По сути, террор уже умер. 2 в 5. И, естественно, раунд за контрами. Вот наказывает сейчас Квоздинию за излишнюю аркаду. Но, без сомнений, этот раунд останется у нас за командой Зенейшн. Счёт 2-0. Где? Просто? А также у нас на мероприятии присутствует главный судья. Это Кила. Такс, ну это был небольшой автопик. А мы возвращаемся к игре. У нас тут Глоки. Ещё одна отдача от терроров решили. Они в следующем раунде сделают нормальную закупочку. Ну, тут полный слив. Так что, без всякого сомнения, 3-0. Остаётся только дождаться. К сожалению, у нас тут игроки демочки на первой карте особо не писали. Поэтому халатика от World of Duty мы не увидим. Я уже пошёл, спросил. К сожалению, Гуша не писал. Ну, вроде как, я попросил писать на второй карте демки. Поэтому, если на второй карте что и будет, то будем надеяться, что мы сможем это выпустить в наших видео-хайлайтах. Итак, закупочка, наконец-то. Долгожданная закупка от DATIM. Я вижу АВП у World of Duty. Давайте посмотрим за Георгием Яскиным. Занимает он Сена. Смотрит в центр. И... Ох, World of Duty. Отличный минус на центре. Пора уже. World of Duty раскочегарится. Ко второй карте, мне кажется, самое время. И... Смотрим, что у нас будет дальше. Латра занимает ковры. Там в упоре контур держит прямо справа. Отличный минус от Латра. Ну, и 5 в 3. Убик у нас занимает люльку. Выход быстро на Аплант. Аэро всё ещё на Б. Ох, два человека на Б. То есть, очень хорошо сейчас для терроров. На Апланте всего 1 человек. Минус ЛК. Ну, и теперь 2 контра бегут отбивать Аплант. 2 в 4. Причём они бегут отбивать. Бравые. Бравые солдаты. World of Duty у нас 16 хп с АВП. Турбо у нас занимает большие пески. Латра у нас на Апленте. И Убик у нас за решёткой. Сидит он за решёткой в темнице сырой. Минус от Фаби. Сейчас главное не вылезать, потому что 3 в 2 ситуация. Не самый лучший. Красный, красный был. Нет, красный остаётся у нас в последней Фаби. Ну, и тут уже, думаю, всё понятно. Не понятно, правда, где хп у Фаби. Не показывается баг. Видите. Переключаясь на Фаби, а хп убираются. Предательские убираются. Но в итоге ясное дело, что Фаби не пойдёт оттащить раунд. Он будет сейвить. Вот где-то он сел в библиотеке. А странно, на самом деле, библиотека. За стеной тут какой-то умывальник, какие-то полки. Не пойми, что сделали из библиотеки. Из библиотеки. Ну да ладно. У нас раунд за командой Датим. Счёт 3-1. Первый раунд за... Датами. Будем называть сокращённо их именно так. Как закончилась первая карта, спрашивают меня в чате. Напоминаю вам, что первая карта закончилась с отсчётом 16-14. С минимальным преимуществом в пользу команды Денейшн. Датим, к сожалению, не уверенно начали. Отдали много раундов. Потом сделали камбэк, но... Не дотащили. Денейшн смогли переломить этот камбэк, в свою очередь. И взять первую карту. Вторая карта у нас Д-Инферно, как вы видите. И третья карта у нас будет, если понадобится, это будет карта Д-Трэйн. Ворд Эдит у нас снова занимает центр с АВП. Но уже на центр никто не ссоёт. Естественно, после того раунда, где Эдит сделал отличный минус, теперь уже на центр у нас никто не выйдет. Все боятся. И правильно делают, потому что Ворд Эдит у нас, как я уже говорил, раза 3, наверное. Наверное, у меня теперь уже считают фанатом Ворд Эдита. Это одно из лучших АВП России, если не самое лучшее. Латер у нас занимает ковры. Убек у нас в люльке. Довольно дефолт раунд от Д-Тим. Никто пока никуда не выходит. Эдит у нас занимает банан. Проходит вместе с Инсомом. На Б всего лишь один человек. И на самом деле, если бы сейчас у нас Д-Тим перетянулись под Б, это было бы совсем неплохо. Нет, пришла ХЛПа. Пришла ХЛПа в виде... В виде Сквизини. Он уже на В-плейнте. И вот теперь уже пора бы выходить на Аплант. Ой, Фаби не чекают нычку. Тут же размин от Убика. Сквизинию минус. И 3 в 5. Латера забирает бомбу под люлькой. Убик находится на зелени. И ЛК у нас в библиотеке. Решили у нас Д-Тим перетянуться под Б-плейнт. Аэродинамик 2 минуса. 3 минуса 2 аэродинамика. И как же так, Д-Тим? Где же их великолепные стрельбы? А, напоминаю, что именно на карте Д-Инферно у нас ребята из Дат-Тим разметели своих соперников в Зенейшн на капе от ФГЦЛ в одном из 4 своих официальных матчей. Давайте напомню вам еще раз, потому что многие с первой карты могли забыть. Дат-Тим играли против Зенейшн целых 4 раза в официальных играх. 3 победы, 1 поражение. За Дат-Тим, я имею ввиду. Первый матч был на турнире от Кибергеймер. Там Дат-Тим выиграли у Зенейшн карту ДАС-2 со счетом 16-7. Потом был второй матч. Дат-Тим против Зенейшн на капе от ФГЦЛ, где Дат-Тим выиграли у Зенейшн 16-1 на Инферно, именно той карте, которую мы наблюдаем сейчас. Видно сразу, что Зенейшн с того времени очень сильно поднялись. Третья карта была Зенейшн против Дат-Тим на трейне на го-примершип, где победа была за Зенейшн. И потом на следующий же день Дат-Тим взяли реванш на трейне на ЕМС Винтер квалификации со счетом 16-13. Но, с предельности ради, Зенейшн играли с заменой. Замена с Квизини на Кри. Так что тут можно списать это на это. Потому что, извините за тавтологию. Ладно, у нас закупочка Дат-Тим, Ворд Лид снов с АВП. Пинцом у нас с Галилом. Труба у нас. Чекает аркаду с люльки. Латера занимает ковры. Убик у нас занимает люльку. Чек темки, никого там нету. И будет выход под Аплант. С бомбы у нас находится Турба. Минусует Ворд Лид. Как же так? Перестрелит его с Квизини. Ну, это не здорово совершенно. В итоге Турба у нас уходит с бомбы под полтора. И сейчас Дат-Тим могут перетянутся под Б, на самом деле. Потому что Инсом у нас находится в яме. А, нет, никого, к сожалению, в аркаде с банана нету. Мог бы так Инсом поймать. Но Зенейшн играет очень аккуратно. То есть, вот, видимо, у них дисциплина просто на высшем уровне. Никто не аркадит. Никто не делает необдуманных действий. В КЛК снова размен. Как же так? Просто сыпится у нас Дат-Тим в этом раунде. Минусует Латера. И остается последний у нас игрок в этом раунде. Это Инсом с Галилом. Да, как-то вот все выглядит печально. Последний раунд для Дат-Тим. Такое ощущение, что вообще посыпались ребята и... Ну, как так? Перестреливают просто игроков один за одним. И 6-1 в пользу Зенейшн. Как-то даже я расстроен немного. Хочу, хочу мощные зарубы. Диглубая Дат-Тим. Судя по всему будет Маз-Б. Хотя вот форт-дик у нас занимает центр. Ждет аркады. Хотя никого там нету. Контрриграет у нас каждый раунд примерно одинаковый. ЛК у нас на 20-ти. Фаби на Б. Вейк у нас ковры. Аэро держит гитрайта. Сквозь него с АВП у нас ушла же Библия. В упоре не смотрит. И что же буду делать Дат-Тим? Врыв по Зелени. Минусует Турбо. Минусует Инсома. Ну, Убик делает размен. Но вряд ли ему это поможет. Ох, латтер помогает своему тиммейту. Минус Дигла. Минус от форт-дик. Ну-ка, ситуация-то накаляется. Два в два ситуации. Аэро-дзнамик поджимает центр. Лайк у нас на Зелени. Лайк Фаби Майк. Ворт-Лид у нас за... За решеткой. Смотрим, давайте. За Ворт-Лидом делают минус. И один, два, один. Да, Ворт-Лид вытаскивает. Браво. Браво, Ворт-Лид. 6-2. Забирает он для своей команды раунд. По-моему, три минуса от него. Был минус от Убика. Был минус от Латтера. И вот, по-моему, еще один минус от него. Браво. Браво, Ворт-Лид. И вот сейчас на плюс-моральке, мне кажется, должны дать им брать себя в руки и тащить. Потому что, ну... Мне было бы очень, на самом деле, обидно, если бы они проиграли вторую карту и отправились домой. Потому что объективно дать им сейчас лучшая команда России. И не знаю, с чем связана такая вот плохая игра на Денюке. Но постараюсь это, на самом деле, узнать в интервью. Возьмем мы интервью либо у Латтера, либо у Ворт-Лид. Не знаю. Всех этому брать, конечно же, не буду. Потому что надо оставить материалы, контента на следующие турниры. Так что один-два интервью ждите. Все мы выясним и все узнаем. Фаби у нас один на Б-плейнке. Вейк старается с центром. А Датим у нас потихонечку готов выходить, на самом деле, под Б. Потому что Бомба на центре. И Убик сейчас, мне кажется, даст команду идти именно на Б. Раскидочка центром. Да, перетяжка-перетяжка у нас от Убика на Б. Туда же идут тиммейты. И на Б у нас, судя по всему, вообще только один человек. Это да-да-да-да-да-да. На Б всего лишь Фаби. Он находится за тройкой. КВП только бежит. Флэшится Флэнт. Но при этом Фаби у нас совершенно не слепой. Убивают Фаби. Отличный первый минус. ЛК у нас что? Что, завис или что такое? Что он здесь стоит? Да, ЛК завис на 20. Не может двигаться. Вот он, КСГО. Хотя 1-6 тоже славится своими багами. И в итоге, ну, раунд должен убраться командой до Тим. Бэк! Бэк минус 1. Ну, 1-2 вряд ли он подтащит. И в итоге 2 в 1. Турбо на Б. Латра на Б. А ЛК у нас висит на 20. Ну что же, поздравляем до Тима с еще одним взятым раундом. 6-3. И потихонечку до Тима активизируется, но... Говорить еще о чем-либо рано. Двое по 2-медле. Двое у нас 3 в яме. Ну, довольно дефолтный раунд. Все как обычно. Фаста мы никуда не видим. Вот трое же на кроме 2-медле. Бомба, причем вместе с ними. Так что, скорее всего, будет заход именно на А-плант. Тут я вижу где-то поджим от кого-то из контров. Сквизинь у нас находится в нычке на зелени. В тупой нычке будем называть ее именно так. Аэродинамик на Б. А вейк у нас на 20-ти вместе с ЛК, я думаю. Да. Именно ЛК у нас держит обычно 20. Тем временем у нас раскидочка Б-плента. Но это фейк раскидочка, потому что бомбы находятся на А-планте. Трое игроков находятся на А-планте. И сейчас главное террором поймать тайминг. И в сквизине у нас находится... Очень опасная позиция для терроров. Дается флэш. И смотрим за Убиком. Он у нас именно выходит. Минусует. Минусует аэродинамика. Ой, какой тайминг ловит ЛК. Просто ловит Убика. Убик очень долго думал, что ему делать. В сквизине... О, какой просто террор от контров. И остается у нас в итоге Ворд Идит. Отличный минус на Б-пленте. Причем Идит бежит, бежит, бежит. Помогает своему тиммейту. Бомба выбита. Бомба забирается латра. Бомба идет на Б. И сейчас 2 в 2. Есть определенный шанс. Если Ворд Идит еще поймает кого-то на КТ-риспе. Смотрим за Идитом. Ой, промах. Промах от Идита нужно быстрее уходить. Дается флэш. Очень агрессивную позицию занимает Георгий Яцкин. Уходит... Уходит влево. Ну же... Ой, промах подходит. Второй контур дает инфу, что оба... Оба контра на минус. Латер дается. Как же так? Николай Ильи отдается. И... Что такое? Да, кончилось, к сожалению, время браунди. Не успел латра поставить бомбу. Я вначале не понял, почему победа была причислена контрам. Ну, теперь все ясно. 7-3, к сожалению, террора потащить не смогли. Обидно. Очень обидно, на самом деле. Я вижу закупочку у терроров. У турбо я вижу Тег-9. У латра я вижу калаш. У бика Тег-9. И у Сома Диггл Эдита АВП. Что же, интересно, на самом деле, закупочка. То есть у двоих игроков пистолеты. Скорострельные такие очень. Имбо-пистолеты, как говорится. И у трех закупка. Ну, одного Диггра. Будем считать это закупкой. При этом по броне. По броне у нас, видимо, мы отдачу. У тулатра у него нормальная броня. У Эдита. В общем, у тех, у кого ган, у них нормальная броня. У тех, у кого отдача, у них отдача. Занимается АБ-плейнт. Сейчас у нас просто втроем заходит Эдит промах. Обидный промах. 4 в 5 ситуации. Один контр-мертвый. И сейчас, главное, Эдиту не лезть. Мы, конечно, все понимаем, что Эдит у нас высококлассный игрок. Но против превосходящих сил соперника лучше не лезть. Один идет в перемычку. И сейчас в Орд, Эдиту главное дождаться. Дождаться одного контра. Смотрим. Минус от Эдит. Минус от Эдита дождался. Браво. Браво, Георгий. И остается у нас в итоге Аэродинамик. Минус Аэро. И последнее в живых. Это у нас Вейк. Он на банане. И он уходит сейвить. 7-4. Датим у нас забирает четвертый раунд. Причем, что самое забавное, очень забавно, очень необычно видеть Датим в роли догоняющих. Обычно они у нас всегда лидируют. И если какой-то сюрприз случается, то, ну, это дослуга противников. А тут противники уже изначально начали тащить эту игру. И Датим у нас еле-еле отбиваются, догоняют. Но пока даже не знаю, что у них получится. Отдачку контров. У Фабио. Или кто там засейвил. Вейк засейвил. У него М-ка. Ну, а остальных слив. Ничего интересного здесь в этом раунде не наблюдается. Прострел у нас со второй медлы. Сейчас Вейк пытается почитать ситуацию. Пойти взорхавить ковры. Но там есть эрроры. И Вейк у нас, понимая, это уходит обратно на более пассивную позицию. Инсом делает первый мин в этом раунде. Сквозь ее разменяют. Но в этом раунде ничего интересного. Поэтому позволю себе отвлечься и почитать чатик. Ну, вроде бы ничего интересного в чате нет. Будут ли записи стрима? Да. Записи стрима обязательно будут. Все пишется, все автоматически записывается. Так что ничего не пропустите вы. Стрим, правда, репутал с несколько раз. Поэтому файл будет не одним файлом, как бы, а поделен на части. Хотя, на самом деле, ради такого события глобального я, наверное, даже все скачаю и склею в один файл и залью. Так что будет все в наилучшем виде. Не переживайте. А мы, дабы не отвлекаться, смотрим игру. Сквозь линь с АВПМ. Тоже, на самом деле, очень хорошее АВПМ на российском уровне. Игрок штатный снайпер команды АВПМ. Фррр, что-то я заговорил. Штатный снайпер команды Зенейшн, конечно же. С Квозиньем. Также у нас Фаби очень хорошо играет в Зенейшн с АВПМ. Помните, надеюсь, вы все хайлайтики его очень хорошие. Но Фаби у нас вообще совсем очень хорошо играет. Очень опытный игрок. Самый опытный в команде Зенейшн. Переиграл в тучи команд. Но наше внимание акцентировано сейчас на датиме. Двое у нас под БМ. Эдит с АВПМ. Уход на А и раскидочка Апланта. Давайте посмотрим, за кем бы нам посмотреть. Аэродинамика у нас где-то на 20. Вейк у нас на 20. Нет, Аэро у нас в упоре держит зелень. Лебра, вернее. Почему? Не понимаю, Террор заходит и не смотрит зелень просто. Минус. Размена ТЛК. Вейк смотрит Кабры. Кабры, причем, никто у нас не выходит. Минус, минус, минус Турбо. Очень обидно. И Эдит А1 в 2. Остается с бомбой, с АВП. Причем, один контур в упоре, где-то здесь совсем рядом на коврах. И один сквозь зелень бежит, уже помогает своему тиммейту. Сейчас нужно Эдит... Ой, ну Эдит сейчас просто бьет спину. Да, сейчас Георгий Яскин не сообразил, что его обходят со спины. Видимо, думал, что пойдет с банана. И... Восьмой раунд за Зенейшн. Смотрим, что у нас по деньгам. У Датима за кубочком АВП у Ворт Эдита, как обычно. Видимо, что сегодня он чувствует себя хорошо. Я имею в виду чисто физически. И поэтому доверяю этому братья ВП. Кубик у нас занимает полтора. Давайте посмотрим, что по фракам. Что-то я совсем... В этой атмосфере клуба забыл про это дело. По фракам у нас лидирует Ворт Эдит. Остальные ребята не тащат латтер на последнем месте, к сожалению. Очень, на самом деле, перспективный игрок в CS GO. Но вот в этом матче он что-то себя пока не раскрывает. Видимо, стесняется. Но мы надеемся, что он сейчас раскроется. Ворт Эдит первый открывающий минус на Б-плейнте. Заход на Б. Разменчики. Ну же, да, есть второй минус от Ворт Эдита. Б-плейнт полностью занимается. И остается у нас в итоге ситуация. Один-один контр. Ну, без шансов, конечно. Против двух терроров, которые на Б-плейнте. Инцома занимает уже КТ Респ и Эдит у нас на Банане. Причем бомба выбита. Бомба не на руках. Так что шанс у ЛК есть. У него 44 хп. Он у нас на зелени. Сейчас 30 с Инцом. Смотрим за ЛК. И раунд за Датим. 8-6. И мы смотрим за последним раундом в первой половине этой увлекательной игры. Ласт раунд. Ласт раунд. Ласт раунд у нас на второй медлием. Двое в яме. Трое. И один у нас на Банане. Эдит. Эдит у нас на Банане. Раскидывает у нас хаяшки. Пытается подзорвать кого-то в упоре. Но в упоре мы никого не наблюдаем. Два контра держат Б. Один их ЛП. Один у нас где-то в районе катушки, я думаю. Прострелы от терроров на А-планте. И видим мы интересную подсадочку от Контоль. То есть посмотрим на это повнимательнее. Попытались подсадиться на балкончик. Что-то у них не сложилось с этим. Ну, Контоль-то отдача. Видим мы в последнем раунде у них очень плохие деньги. Ну, не отдача, конечно же. У них закуплена броня. Но решили не брать ганы, а купить броню. Что же, посмотрим, насколько это оправданное решение. А пока у нас ситуация 4 в 3. Заход на Б-плент. От двух из терроров. И при этом двое у нас минуса от Инсома Тулбика. Похоже, это раунд за Дат Тим. 8-7. Да, ЛК у нас вообще убегает на А-плент. Да, ЛК пытается прочитать игру. Думает, что его разводят. Идет на А-плент. А бомба-то на Б. Бомба ставится на Б-пленте. И мы поздравляем команду Дат Тим. С седьмым взятым раундом. Конечно, есть шанс, что сейчас ЛК порвется, сделает 3 минуса. Кто знает, сдегла. Давайте посмотрим. Но шанс, конечно, мало. Но лично я бы посмотрел. Давайте смотрим. Смотрим за ЛК. Ну, если он сделает 3 минуса, то Дат Тим порвается на пенсию сразу же. Просто моментально из клуба. Потому что такие раунды отдавать просто нельзя. Отличный минус ЛК. One shot. Минус 2 ЛК. Что делает ЛК? 1 в 1 против Убика. Ну, Алексей Поливанов не должен отдавать эту игру. И что делает Убик? Попытался зарезать. Но время кончается. Бомба взрывается. И это 8-7. Но Браво ЛК. Это были 2 шикарных ваншоты. На самом деле, я бы сейчас не так уж был фаново настроен. Потому что Дат Тим-то находится на волоске. На волоске от смерти. Посмотрим, что по... Скоро у нас творится команда Зинейш. На первом месте у нас идет Фаби. 16 на 12. Оправдывает свое звание самого опытного игрока команды. Айро у нас 13 на 9. Вейк 13 на 8. Опытные игроки из 1.6. И ЛК с Сквизинью. Совсем немножко отстают от своих тиммейтов. Двое в упоре Б. Удат Тим. Он сам занимает ковры. ЛК у нас вместе с тиммейтами под Аплантом. Дефолт. Дефолт от команды Зинейш. Готовы они выходить по центру. И смотрим за кем-нибудь из дат Тим. Они будут принимать сейчас. Убик у нас находится на зельне. Убик минус 1. Пытается сделать минус 2. Они тут же его разменивают. И где же? Где же хилпа там? Борт лид уже поджимает. Поджимает центр. Минус от Эдита. Минус от Инсом. Размен от Фаби. И в итоге у нас 3-2. Зинейшн в меньшинстве. Инсом у нас в больших песках. И последний Фаби. Против трех контролков. Ну, восьмой раунд за командой Дат Тим. Хороший начало второго тайма. Самое оно, мне кажется. Для того, чтобы сделать камбэк. И для третьей карты. И сейчас главное Дат Тим просто играть уверенно в каждом раунде. Взять отдачу. Не делать никаких нелепых вещей. В стиле там бегать с ножиком. И так далее. Потому что Дат Тим славится своим несерьезным отношением к играм. Слегка таким завышенным... Ну, не даже по самомнению, но... Такой излишней самоуверенности перед играми. Вот. Но я думаю, первая карта их спустила с небес на землю. И сейчас Дат Тим будут очень... Играть очень уверенно. И не позволять себе всякой фигни. Хотя вот Убик нарежет аэродинамика. Но... На отдаче можно. Хотят, видимо, понизить мораль соперника. Но я думаю, таких... Бравых ребят из The Nation. Опытных такими вещами не удивить. И не... Сломить. Смотрим, что по деньгам у The Nation. У них калашики, у них закубочка. И... Важный раунд для команды The Nation. Если они его проиграют, то могут уже посыпаться потихонечку. Двой на нуле. Убик у нас контролит нижние ковры. Аэро контролит аркаду с люльки. Тут у нас прямо под люлькой. Убик у нас в упоре держит... Центр. Прочекал под флешку. Рановато, мне кажется, рановато. Конечно же, в тайминг нужно было более... Грамотно входить. Играют The Nation очень медленно. Просто дефолт делают. Потихонечку заход у нас по коврам. Потихонечку заход у нас под Аплант. Люлька. Чек темки. Никого нету. Фабио у нас готов ловить кого-то на Б-плейнете. Причем есть, есть. За машиной один из контров. Очень, очень... Ой, ловит World of Edith. Знал, видимо, Фабио, что находится Edith прямо здесь. И сейчас у нас сквозь Б-плейнт, сквозь еще одно направление, будет Узи Нейшн. Атака. Ждем раскидочка от терроров. Не заходят они без флешек, без дыма. Смотрим за Убиком. Да нет, смотрим за Латтер. Он находится на плейнете. Ай, как же так? Латтер не справляется со стрельбой. Турбо у нас на Б. Очень далеко от своих тиммейтов. И в итоге два... А, как же так? Один в три. Турбо. 100 хп. Супер-оружие в руках. И он идет тащить. Хаешка у нас за... 400 человек, смотри. 400-8 человек. За тюрьму. И в итоге у нас уход на сейф. Обидно. Раунд с Зинейшн 9-9. Ну, как обидно. Конечно же, для фанатов Зинейшн очень хорошо. Вы не подумайте, что я фанат Датима, но просто хочется видеть третью карту. Хочется видеть борьбу. Не забывайте, что я тут сделал. Жмите. На Hashemi. Видно, наверное, в финалы начались. Что? Там финал идет. Это... Place to place протестн판. На тифаксе. Да? У нас в основном все трафик. Нет. Будучи. вот и закупочку дать тима занятий ковров сейчас будет снова заход под а план похожим измельчен есть работа стратегии они делают уже из раунда в раунд попута под а план то фаби снова под бэп лентом но теперь уже идет не занимает бы давайте посмотрим что георгия у нас в руках а в п или м конец у него м к готов он заходить под флешку от turbo а главное поймать тайминг а ну и потихонечку к у нас проходит под а план фаби поддерживается хлоповать своим тиммейтом попытается кого-то отстрелить под b фаби очень аккуратно играет очень осторожно но при этом у него сейчас есть все шансы выцепить здесь ворту дита по-моему было его слышно не знаю а нет флешка не дается поэтому сейчас мне кажется фаби сделает минус не ожидает о флешка отлично что такое не видит не видит да не видит фаби своего врага и у нас притяжка б-плэнт сейчас ворту делал два минуса очень неудачно получилось для зенейшена немножечко не обманули сами себя раскидали а план пошли под б там тут же ворту сделал два минуса и в итоге зенейшен понимаю что под бою уже ловить нечего идут сразу под а план дается инфа что это выход на а нужно быстрый хлопа сейчас б-плэнта там два целых контра хотя бы одного нужно быстрее здесь отправлять под а план ну где же где же хлопа непонятно очень долго оттягивается труба вообще находится в темке ворту и только-только-только заходит в библиотеку и вся надежда на инсома латра снова дается у нас в пленте как же так латра минус от ворту дита вижу ох лк два минуса и один в один в итоге бомба не успеет поставиться и 19 контры забирают раунд да латра пока не помогает своей команде идет на последнем месте 6 на 15 явно как-то он видимо чувствует себя не очень комфортно ну такой бывает совсем недавно на мс латра крошил просто рубал всех чуть ли не 40 фрагов на сторону за сторону настрелял так что сегодня видимо просто не его день такое бывает а пока у нас один раунд есть копилочки датим один раунд разницы я имею ввиду убик у нас как обычно контролит зелень латра у нас на решила взять 20 решил не контролить плент но в итоге сейчас он встретиться с игроком из люльки там уже кто-то готов врываться смотрим за латра что же у него не получается в этом матче дается флешки латра ходит тут же за плент на более пассивную позицию возвращается обратно чек центра снова ловит какие-то там дымы и больше видимо уже выходить не будет заход под зелень там уже у нас делают минус от турбо поедина бы пленте минусу аэро а минусует у нас нет сделаю минус на зелень и все правильно минус от варту гита 3 в 2 латра у нас латра нужно латру что такое врывается латра дает в спину зажимает ну латра в спину то ну спину то должен убить колечка ну же где минус а то ой косит косит всех в ноги а никого не убивает в итоге терроры уже ушли на зелень тут нас портфит выжимает центр инцом к счастью не промахивается подстраховывать своих тиммейтов это очень важно чтобы если кто-то из игроков закинул якоря очень важно чтобы его тиммейты наоборот соответственно раскачегарились и не отдавались 2 в 1 лк у нас остается здесь у хпм не успевает ставить бомбу и это 1-9 в пользу команды дат тим дробки у нас на каталиспе не могут ребята разобраться у зенейшн у нас закубочка фаби как обычно банан просто его излюбленное место на этой карте постоянно он занимает десять эту нычку ходу ров потом выходит и кого-то ловит и вот сейчас он ой на ворсаде очень аккуратно зашел без флешки без всего как же так в итоге у нас заход на б-плейн там у нас остался еще турбо он находится за двойкой с деглом не хватило него денег на закупку не дали ему дропа в итоге полностью в флешной трубой умирает сейчас ставится бомба аэродинамик ставит его прямо в упоре около кафеля и четыре в три минус нули инсому отличный глава с квизинью и шанс у датима уже очень мало ловит ловит убик 2 в 2 шансы появляются латра врывается у нас с перемычки буду говорить тише убик у нас врывается с кафеля лк у нас лк контролит у нас за тройкой и фаби у нас тупой мячки один в один убик против ай как же так вы слышите крики команды зенейшн радуется радуется ребята взятому раунду видна слышно обидовый голос за тот на живой раунд да очень интересно чем закончится эта карта смотрим что по деньгам у нас у команды до тема дигл бай не более того у кого-то флешки сейчас мне кажется конферты это делают они хотят на шару взять раунд вряд ли у них есть какая-то супер заготовка который позволит вам взять этот такой сливочный раунд но посмотрим эдит у нас занимает гитрайта трубу на с флешкой подвы у нас из терроров никого нету будет заход под аплантом под аплант лк у нас пытается залезть на люльку в люльку чек чек темки медленно развивает события в этом раунд хотя могли бы уже зааркадить зайти спокойно на план потому что совершенно ясно что у контров а слив по экономике и слишком бояться не нужно тем более что они в самом все идут под а никто бы не чекает а тем временем размен от убика минусует он аэра латра сейчас латра пора бы николай ли уже включаться включать свои навыки кунг-фу вот вот он латра минус 2 наконец-то латра проснулся просто два голова шута поставил сдвигла вспомнил вспомнил свою кунг-фу если вы понимаете о чем я и остается последний у нас игрок команды зенейшн лк на апланте и шансов у него конечно маловатенько хотя убик у нас в п турбо с пистолетом и ворту дит с халашом минус лк лк уже сделала как-то минус 3 так что сажим от ворта дита кривой кривой зажим от ворта дита но ну что такое иди то две патроны залетающие вот наконец-то где-то справляется и убивает лк я уже думал что совсем рехнулись ребята и сейчас отдадут раунд хп это было не особо много 15 хп осталось ворту дита 31 хп остался у убика и в общем они были близки к проигрышу но раунд за дат тим 14 12 10 и похоже что вторая карта у нас будет очень-очень жарко и очень интересный и закончится с минимальным преимуществом ну или около того итак фаби нас в яме сейчас будет как обычно переходить под б чех банан или не будет неужели фаби у нас откажется его банана а тут у нас к вы зиме я понял да он просто место своему тиммейту посмотрим если у латер с в п это интересно латер у нас на 20 с в п м до борту у нас тоже с в п причем он смотрит у нас не за мусором не за машиной а именно вот на да вот на неожиданность минус вы зине услышите вы недовольны крики сквозинью недовольны этим коварным убийством и в итоге уходит портрет нас на более пассивную позицию в тёмку 22 хп все правильно сделал инсом у нас занимает ковры держит ковры все как обычно пытается поймать поймать кого-то на ребрах и перетяжка под б смотрим за ворф эдитом тут не уже есть хлп в виде турбо на самом деле должны ловить эдит минус труба помогает хорошие минуса дается флешка лк делают размен и ситуация 1 в 2 1 нет 1 в 3 смотрим у нас последний остался последний остался лк все время нас это остается последним и все время ситуациях 1 в 3 сбом на руках на самом деле труба нет кубик оценный красный красный лох и пешный и шансов нету латер пришел с вп и это 13 раунд за датим ребята готовы вырывать вторую карту и играть третий дэтрейн причем напоминаем вам что дэтрейн у датим очень слабый ребят объективно его играет плохо очень очень трудно он им дается и по их признанию с их слов и в общем то все об этом говорит и на самом деле такая третья карта и такая эпичная карта она мне кажется ну достойно достойного финала смотрим занимает в упоре банан минус 3 дита у террора сейчас отдача так что ничего интересного видеть не должны два минуса георгия яскина и ждем ждем закупки от зенейшн 14 10 зенейшн учет давить и давить а вот датимом нужно всего лишь продолжить начатым взять два раунда по деньгам у зенейшн все хорошо полная закупка у датим тоже все хорошо даже в случае проигрыша у них будет закупка там у кого даже 6к 59 если быть точным так что датим могут сейчас позволить себе немножко расслабиться хотя конечно же не нужно им этого делать нужно брать раунд очень уверенно латра меняется сейчас на коврах занимает его занимает их с вп не самая такая ожидаемая позиция с этим оружием потому что у у нас стандартно инсом держит ковры но в итоге видим мы что инсом поменялся инсом держит 20 кстати возможно очень даже хороший шаг потому что латра у нас что-то вот только сейчас начинает расходиться и до этого он очень очень нубил скажем так но у нас раскилочка а планта будет выход именно под а смотрим лк будет давать флеш на большие пески будет врываться кто-то с ковров значит да вы вместе с кем-то из своих тиммейтов врывается по коврам врывается 20 минус латра минус инсом ну что ж такое то полностью проваливается оборона а планта у датим убег на зелени пока не помогает с им тиммейтом ждет помощи от двух контров оба на зелени минус от форта дита сейчас кубику очень важно сделать минус потому что 20 нужно нужно минусовать врагов отлично дождался пересерял лк и труба идет по коврам ворта дит поджимает у нас малых песков минус от убит от труба и последний у нас зене нет не последний два два игроками остались живых и теперь уже один в один сквозинь флэнте труба у нас идет прямо в лоб и сквозинь и берет раунд это один стран за динейшн напоминаю вам что дать им есть еще деньги на закупочку на еще одну и еще один раунд не в запасе расслабиться есть если они сейчас раунд проиграют денег у них наверное не будет смотрим что еще раз по деньгам ворс лид 42 убег 44 и инсом 18 ну что же три закупки будет так что даже в случае проигрыша в этом раунде будет закуп я думаю по крайней мере полубайта будет точно и сейчас самое главное сделать хотя бы размены если не выигрывать ворс лид минус зигла очень хорош начало раунда смотрим за войной на банане тут у нас еще есть turbo но труба к минусов не делает 6 хп откинул хэш кинул флешки инсо помогает едит сейчас будет умирать инсом 2 минуса едит все еще живет как так как он выживает а просто рядом с ним бегать противника ворс лид прыгает налево и направо и в итоге остается в живых таким образом один из четыре ситуации раунд явно должен оставаться за хотя нет давайте посмотрим два игрока очень красных и остается нас фаби очень опытный игрок команды зенейшн смотрим что он предпримет в этом раунде а на гитарите нас никого нету неужели потащит 15 11 и все что нужно сделать команде дать им для победы на этой карте один раунд взять решающий раунд что по деньгам у нас у зенейшн по деньгам у них по деньгам у них все не очень хорошо у кого-то давится флешки да пистолет у вейка аэро тоже пистолет минс от инсома убег у нас заходит в аркаду там по центру ну да это все это гг это гг на первой на второй карте хотя есть размены 2 в 3 ну-ка 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 может сейчас зенейшн у нас покажут что-то интересное минус минуса сквозине инсом и 2 в 1 сквозине 7 хп калаш на центре бомба выбита трубы у нас находится на б-плейнде инсом у нас на коврах бомба вид выбита у нас на коврах в на винте смотрим за сквозине определенные шансы конечно же есть но 7 хп это вот 7 процентов 7 шансов ну что же поздравляем дать им с победы на второй карте 16 11 и нас ждет третья карта the train потрясающий просто финал турнира от геймгуру при поддержке фкс при поддержке по клик и писем пет просто шикарнейший финал перерывчик минут 10-15 нас ожидает а пока у вас есть время пойти на литве чеку заварить попкорна и так далее возвращаемся через 10 минут смотрим третью финальную решающую карту в этом финале и узнаем кто у нас будет лучшей командой россии на данный момент и кто у нас выиграет 50 тысяч рублей